Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov и прокачку с нуля. 15-й день, пути со дна. Сегодня я продолжу этот путь на локации Берег, схожу на завод и загляну на ночную таможню. Всем приятного просмотра! Так, в убежище у меня варка тут намутилась. Как минимум пищеблок третьего уровня и верстаке. По-моему, патроны я там заказывал. Патроны! Есть патроны. Пищеблок максимального уровня готов. И медблок у меня готов. Я заказывал медблок. Медблок у меня теперь тоже максимального уровня. И салево я аптечку заказывал. Итак, отправлюсь на локацию Берег с тем же самым снаряжением практически, с которым ходил предыдущий день. Потому что идентичное задание убить ботов, пометить точки, условно говоря, спавна санитара. А конкретно 12 диких на побережье. Используя глушитель, две полумаски надо притаранить прапору. И для лыжника маркеры в контейнерах санитара. А, нет, не всё. Ещё для егеря мне нужно доделать филин, поэтому я запущусь часа в 2-3 ночи. Под дожду такое время удобственное. Локация Берег. Мне двоих ещё под покровом ночи нужно убить. О, 2-53. Как раз у меня целый час будет игрового времени для того, чтобы убить двух диких. И как раз начнёт светать по дню, да делать постараюсь остальные все квесты. Время крайне удобное для выполнения подобного рода квестов. Итак, мне необходимо убить диких, найти полумаски, зайти в коттеджи, зайти в лазурный, зайти в норвенский. И всё. Это все планы сегодня на берег. Плюс надо попробовать ещё кабинет химии квест выполнить, попробовать для механика. Я не помню точно, можно ли его выполнить без ключа санитара. Поехали. Лодка причал дороги на таможню. Это значит, я в стороне тоннеля заспаунился. Если эти показывают убогие, я на болотах появился. Темновасто, да ещё и пасмурно. Да, чёрт возьми, я на болотах появился. Ну, не самый плохой спаун, между прочим. В принципе, я бы предпочёл, наоборот, с той стороны бы идти, но с этой стороны тоже годится. Тогда как поступить? Мне тогда лучше будет, наверное, в сторону деревни обойти эти болота. В самих болотах мне ловить нечего, а вот в деревне могут быть дикие. Как раз у меня час есть для того, чтобы добить квест Филин. Сам не понимаю того, случайно сделал четыре из шести убийств, необходимых по квесту Филин для егеря. Осталось не то, что выполнить его, а доделать. Тут больше, меньше половины. На две трети уже выполнен квест. Так что сразу... В деревню, от неё к коттеджам. Я же правильно иду? Да, дом... Господи, постоянно забываю, как его дом называется. Не администратора. Дом председателя. Во, вспомнил. Хи, память, как у старой клячи. Дом председателя здесь, значит, я в нужном направлении двигаюсь. Здесь есть тайники. Можно будет ещё пару тайников вскрыть. Упс, я в болото. Залез. Это я по кустам, да? А, да, я в кустах. Всё нормально. Темень хромешная. Ничего подсвечивать в видеоредакторе, наверное, не буду, потому что будет... Всё светлее и светлее на локации. Поэтому смысла я не вижу. Уже вам заря занялась. Опа. Тут кто-то по дереву топал. Неужели ЧВК? В такое время ЧВК, чтобы выходили? Но это крайне удобное время для того, чтобы... Делать незаметно какие-то вещи. Вряд ли они там будут заряжены к бою. Проверять я... Не хочу. Всё, что мне нужно, это ботов. А может быть, там и боты лазят. Чё я туплю? Здесь же боты могут спавниться. Опа. По-моему, кто-то ходит там. Ну точно. Дикий. Хорошо. Это крайне хорошо. Так. Одного дикого подстрелили. Но это и был расчёт в самом начале, встретить парочку диких. Чтобы долго с квестом Филин не возиться, потому что мне придётся снова потом загружаться в ночной рейд. Или ходить допоздна, или ранним утром внедряться. Гол как сокол. О, зато у него полумаска есть. Круто. 50 рублей нифига. О, РБ. Ключи забыл выложить. На резерв бегал за ЧВК на ПВЕ. Офлайн режим. Проверить, что там за ключи и что они могут открыть. Ладушки, пошли на коттеджи. Тут тихо вроде. Там точно должны быть дикие. Здорово, бандиты. А бандитов нет. Есть ещё один квест, который я немножко запамятовал. Это для терапевта. Нужно пронести помеченные синим символом, а точнее изолентой синий, хирургический набор и офтальмоскоп санитара. Хирургический набор я знаю где он. На Норвинском на тумбочке. Если я туда доберусь, я покажу, где он находится. А вот если офтальмоскоп находить, то это, по-моему, закрытый коттедж. Да, точно за скрывать. В закрытом коттедже в этой комнате столу, по-моему, стоит цветок. В горшке и в этом цветке как раз офтальмоскоп. Флешка тоже отличная штука. Мне как раз для разведцентра нужен будет весь этот став. Ага, черепушка в доке не кладется. Понятно. Тут компуктер должен быть есть. Уже сто лет в этих коттеджах не было и уже забывается немножко, что где. Убана. То, что надо, пацаны. То, что надо. Время. Ваккурат. Сейчас второго бота подстрелим. Если это не санитаровские, конечно. Пацаны. За забором. А за забором там... Нет, там гараж. Они в гараже, походу. Это санитаровские, по-моему. Точно санитар. Ах, муха. Сейчас, 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 пацанчики. Сейчас. Давай, выходи. Я готов. Давай, давай. Есть. Наконец-то дождался. Я офигел тут все речь ждать их. Оу. Оу. Ничего ты топанул. Так, одного подстрелили. Остался санитар и еще один его. Из света. Оу. Нифига, он флангует. Смотри, он отбежал откуда. Опа. Вальнуть можно. Ох, о-хо-хоу. Ничего себе он мне накидал. Лечись, лечись, пожалуйста. Ничего, ничего. Шины есть. Хирургический набор я тоже взял. Отлечимся, если сейчас не рашанет этот. Друган его. О, жесть. Капец, он больно попал. Тихо-тихо-тихо-тихо, я не слышу ничего. О, нормально. Можно рискнуть, подлечиться. Там бронежилета, наверное, нет. Надо живот и грудь подлечить в первую очередь. Опа, а он рядом. Бронежилет вообще... Ну, хватит. Тихо-тихо, убрать. За машиной, что ли? Тихо-тихо-тихо. Бронежилет вообще не выбит. 40 из 40. Все по мясу пролетело. Весь урон в руку прилетел, походу. Ну, давай, можно успеть же. Попробуем тупить за машиной. Че? О, блядь, он здесь, оказывается. Есть! Ништяк! Все, я троих завалил. Шуманул, правда. Надо торопиться. Показывай, че там. Вкусного, интересного. Дефендер выбит в ноль. Сфера, шлем третьего, по-моему, класса. Но он глухой. Вообще, в хлам его наливаешь. Не то, что как без наушников. Еще хуже слышно. Так, че тут у нас есть? Руку пришить надо бы. Поехали. Подлечусь, да, целп. Скажи, что у тебя долбосов, шмаб долбосов, гора целая, а? Блин, хрен там, морфий, вазелин. Вазелин неплохо. Мне как раз сейчас бы всякие стимуляторы в цвет были бы. Блин, а вот это вот забрать бы. Ксюха-то у него с глушителем, она тоже подходит. Она тоже подходит для квеста, который я делаю уже. Мне 12 диких-то надо убить. Четверых я уже положил. Значит, 8 человек еще осталось. Как сделать? Один можно выкинуть в набор, я думаю. Сюда. Стоит он копейки, тем более... Тем более он уже использованный практически. Ну, давай, санитар. Да ну. О, ключ-карта, хорошая штука. Если не ошибаюсь, она мне нужна будет по квесту. Так что пусть помаринуется дома. Хотя она стоит неплохо так. Те, кто на лабораторию ходят, им полезна эта карта. Я на лабу не выхожу, поэтому мне она... Либо по квесту, либо на продажу. Блин, что-то глаза разбегаются, как всегда. Давай, наверное, я грызли заберу. Сгрызли полечусь. Вот так. Потом грызли выкину. И вернусь, у него шлем заберу, ЗШ. Блин, будет уголок. Укромное местечко найдем. Вот здесь примерно. Так, немного у меня там осталось. А, у меня солево почти. Все, дома. Блин, печально. Печально. Ну давай тогда, ладно, добьем грызли. Выкинем и вместо нее шлем тогда заберу. Ну вот, уже видно. Нормально как раз самое то будет подстрелить. Сейчас немножко распределим тут. Раскидаем. Раскидаем. Пришлось бы их разматывать. Ну это хорошо, что у меня получилось в самом начале с ними столкнуться. И у меня получилось размотать их. Потому что если бы я сейчас поставил тут, пошел туда, сюда потом ставить, было бы досадней гораздо. Если бы они меня где-то там подстрелили. На половине выполненного квеста или под конец практически. Все, пошли к лазурному, на вторую точку. Пока я слышал, ага, точняк, он тут. Сейчас с Ксюхой познакомлю тебя. Ксюш, познакомься. Это дикий. Закрысил дикого. Ох, блин, поковыряться бы тут в картотеках, да в куртках, но полный, полный уже рюкзак. Так, еще один дикий готов. Это пятый был дикий. Мало-помалу по плану, выполняем план. Наверное, Ксюхиной магазина я вытряхну. АКМ-овский уберу. Вот так вот, и с Ксюхой пока положу. Тут патроны по баще моих. Это раз. Во-вторых, Ксюха для ближней дистанции больше подходит. Это два, ну и шестьдесят патронов, это лучше, чем тридцать. Ох, можно поковырять тут, можно, блин, но я... Чувствую, сейчас я только задерживаться буду, потому что... Ой, блин, точно. О-о-о, АКС-74. А у него рукоятки нет, Тарас. И прицел некуда присобачить. Не, пусть лежит тогда. Кушитель можно было бы присобачить. Ну ладно, ладно, все, не буду лутать, ничего. Тайники только буду смотреть на предмет каких-то редких... Штуковин. Может, жиротву найду? Ага, жиротвы нема. Хорошо, пошли поднимаемся в Лазурный тогда. В Лазурном там то же самое. Возле вертолета, возле автомобиля скорой помощи. Там лежат ящики, и мне эти ящики как раз нужно будет подметить. ТЭЦ. О, вон снайпер стоит. ТЭЦ, говорю, ГЭС. На ГЭС боты же есть тоже. Закон подлости, да? Идеально. Мечта перфекциониста. Ой-ой-ой, как хорошо трассеры видно. Кайф просто с них стрелять. Так, это какой бот был? Три, четыре, пять, шесть. Половина квеста готова. Пол дела сделано. Не, ну время, конечно, офигенское. Я ни одного ЧВК еще не встретил, и даже не слышал никаких ни взрывов, ни перестрелок, ничего. Время просто идеальное. То есть для выходить с тепловизором время уже позднее, выходить без тепловизора время раннее. Поэтому, бляха-муха, открытие целое. Два-три часа ночи. Выходить. Хорошее время. А, нет, мне же ящики надо. О, боги, 15 секунд вот так вот на открытой сидеть. Это вообще самоубийство. Все же исперед глазами. Пронеслась. Тоже пусто, да и тихо вообще. Давай тогда посмотрим этот кабинет санитара. Можно будет открыть без ключа или нет. О, бача. А тут хозяева лазят. Это дикий, по-моему. Ох, бляха. Подожди. А, и тут обходят. Да, он что-то делать. По руке. По руке. По той же самой выбил, блин, гад. Надо же так неудачно-то, а. Кабинет санитара здесь. В восточном крыле. Первый этаж. Сто, 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 сто. Какая-то там комната, не помню. Но рядом с дверью есть отпечаток кровавый. След от руки. Вон он. Есть, да, точно. Сейчас посмотрим, можно ли найти кабинет. Типа без ключа. Или обязателен ключ. Было бы просто идеально, если бы я еще и ключ санитара у санитара в карманах нашел. И я бы как раз сейчас еще один квест бы сделать попытался. Да ладно, фиг с ним. Время не буду тратить. Черт, С2. Сто десятый. Не получится. Тут кто-то есть, по-моему. Точно. Он тоже дикий. Готов. Слушай, а квест-то делается дальше. Еще троих подстрелил. Девять. И еще троих осталось. Фантастика. Есть полумаска. А, нет, у него бабушки носок. Был оплава. А вот МК-3 можно стараканить. С США можно будет в РПС. Добро из РПС можно будет в МК. И обе разгрузки поместятся. Во. Круто. Найс. Еще больше добра. Все, я пошел отсюда. Делать мне здесь больше нечего. Хотя, если бы знал, что такой тихий рейд будет, я бы взял с собой ключи. У меня их хоть и немного от лазурного. Может быть, пошакалил бы немножко в лазурном. А так у меня и ключей нет, и мешок уже полный, так как я головорезов санитаровских встретил. Давай пришьюсь, патроны дошлю и пойдем вниз, на газ спустимся. У меня гидрации энергии 6. 6 единиц всего осталось. Я вообще забыл про хавчик с питьем. Ёпереса ты. А хавчик с питьем есть, знаете где, 17 минут. Блин, я на Норвенске не успеваю, твою мать. Ох, если бы не гидрация и питье, можно было бы. Пошел я на Чупа-Чупс. Вон он, уже видно его. Там есть еда и питье, и все на свете. Что-то такое ощущение, пацаны, что здесь вообще никого нет. Уже, походу, прогулялся тут кто-то. Нет, только не это. Не говорите, что нет хавчика. Твою мать. Ой, блин, все лутано здесь. Сумка открыта недавно. Походу, чулобота уже прошерстили, да? Питья нет. Ничего нет. Ой, все, ясно, понятно. Бляха-муха. Это плохо, это плохо. По нулям у меня и энергии, и гидрации. Единственный шанс идти на выход по пути, заглянув в тайники. Может быть, в тайниках какая-нибудь вкусняха будет. Ой, блин, как же невнимательно-то. Который раз я ловлюсь на этой энергии и гидрации. Блин. Который раз я ловлюсь на этой энергии. Который раз я ловлюсь на этой энергии. Который раз я ловлюсь на этой энергии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok О да, наконец-то я нашел пожрать что-нибудь Все, теперь дефицита энергии не будет У меня, по крайней мере, дистамина будет восстанавливаться Выносливость Девять, ну все, я все профукал, ёпресс Это просто из-за того, что хапчик и питья у меня не было Блин, дурень Невнимательно, 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 ладно, пойдем тогда еще два тайника, тогда посмотрим на выход Придется идти в очень шумное, неудобное для выполнения квестов Ну, зато медицину качаем Уже столько аптечек с халом Руку пришил, там от руки уже, аж меток, наверное, один остался и все равно Пришить можно, наверное, нет Что тут у нас О, все, живем, пацаны Молочко Ништяк Молочко спасет мир Крайний Возле ЖД Тайник сейчас вскрою И пойду на выход Не успеваю я, к сожалению, по времени Долго слишком провозился Там возился, тут возился Но зато другие квесты выполнялись попутно Нормально Останется только Хотя не очень такое удобное место Это Норвенский Оно одно из самых Самое удобное, наверное, было бы, да И чтобы остался у меня, например, коттедж Там хотя бы в кустыры куда-то замыкаться можно будет А в этом Норвенском это как вообще жопа Куда-то ушел И все, там на чудес Куда попал и там исчез Ну, раньше времени паниковать мы не будем Я выздоровел Покушал, попил О, еще и дикий, смотри Или это челобот Домой прискакал Хватит тебе патронов Смотрите, наверное, не, это дикий, обычный А ну Готово Все, больше нечего стараканить Ну, ни много ни мало Мешок полный я вынес Так что О, еще и сгуха Нормально Хороший рейд получился Как ни крути Размотал босса Собрал полный мешок хабара Поделал другие квесты Нормальный, нормальный рейд Двоих осталось еще добить Заложить один маячок И все будет в ажуре Одна полмазка всего осталось Путь выживальщика филин Пройден Завершаем Мне интересно Ключ Охо 300 тысяч стоит С пометкой Чтобы квест выполнить А второй ключ Коттеджи Вообще 450 А ну потом сделаем Пока нет денег на это Все, остался у меня Один маячок Я в принципе-то Ничего Все выгрузил Хабар И вся любовь Докинул патронов Добрал медицины Можно идти дальше 9.26 утра Можно было бы в ночной Ну ладно Попробуем с утра Можно было бы на ночь глядя Но от ночных рейдов Я думаю у вас глаза Скоро уже вытекут Вглядываться в эту темноту Итак Утро Будет жарко Одна из самых горячих точек Норвенский Нужно будет мне Заложить маячок Все, это вся моя задача А ботов по пути шмальню Лодка, тоннель Проход через скалы А, я за Понял, понял, понял Я недалеко От прохода через скалы Заспавнился За Лазурном Ну Хороший Спавн А в принципе У меня без разницы Какой сейчас будет спавн Потому что у меня в центре карты Этот Норвенский находится Так что здесь плохого спавна Быть не может Я думаю Тогда маршрут будет О, 105 Здрасте Пойдет Маршрут будет тогда следующий Я двину сейчас ГЭС На ГЭС как раз Пару ботов подстрелим И на Норвенский Пару ботов подстрелим 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 ну вот теперь уго череп целый болты вкусный вкусный тайничок это хороший знак значит на газ будет поработать никого я не слышал тишина пока в нужном для направления это хорошо а может они хорошо лучше бы шумели лазурном там было бы здорово если бы сейчас там все все в кучу собрались а я спокойно на норвенском сделал квест и уехал домой 1 и внизу слышу топает а вон она кпп пошел все это мой клиент чтобы с полу маской он был цены бы ему не было золотой бот был бы на нем бы я два квеста закрыл точнее один и тот же полу маски с лимафоне механик водитель ну ты чё куда пошел то готова все подзадача выполнена каратель часть 2 осталось одну полу маску тогда найти и все любовь о поиска с я заберу я люблю пышку ну да ладно у него полу маска прикинь на туре золотой попался вот он под шлемофон полу маску напялил оказывается да эти ты не подумал что они совместимы были зашипись все чешем на норвенский здесь мы не шумели а возможно и зря было бы здорово здесь шума ну хрен с ним валим на на норвенске на норвенском ставим маяк и валим домой оба на здесь попал разок еще разок еще разок а все заныкался его сидит а если что на шухере будешь если вдруг кто стоит стороны за программами в любом случае в ту сторону придали если ложка не будет работать так куча таш мандраж какой-то это меня издалека увидели нет горе вояка я ноги в черного дал блин я хирургический набор забыл собой взять у боги так кровотечение не закрылась потому что и фак уже мало очков у него для остановки кровотечения хорош боец парашютист мать твою нет это не санитар со свитой это чувака о вышел сидим в засаде тогда или крысе как в простонародье говорится громковато не выдавайте меня камушки не выдавал картотеки лутает ну давай давай шурши если он ко мне не спустится я не буду его трогать пусть идет с миром вряд ли он сюда заглядывать будет если не услышит меня каким-то образом ну нашумели же ну давай шустрее что там возишься по картотекам по этим сейчас же придут смотреть чё почем кто на чём все картотеки ладно ладно пусть смотрит сидим дышим свежим воздухом как греться а чё там наелся наелся ой мать от двое он видел да он посмотрел на меня и пошел дальше иди иди ой хорош ну нет ну нет ну нет пришли еще бляха муха так все хорошо начиналось обязательно кто-нибудь подскочить должен нет 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 где отсюда прости брать я правда не хотел убивать вас так есть мосинка кто по нему смосинки шмалял бот может быть это был бот но вот этот автомат калашникова там на скалах который это точно не бот блин а не убегу же далеко я с черными то ногами у меня же постоянно будет здоровье уходить я все слабее и слабее буду и он у меня будет кряхтеть пыхтеть и орать постоянно я и нет это по ходу не бот вообще ни разу не бот магазин то у него полный я надеюсь вроде не стрелял ни по кому сюда подходит блять тоже двое да вы запарили как жить то мне еще кто-то подошел блять еще там группа к это подошла да все короче сделал квест он думает я за машинами где-то но нет я не уйду я не налево не уйду теперь не направо никуда мне не деться слева там мосина шумаляет давай рожаю уже или уходи отсюда или чего-нибудь тюуууууууу да твою мать своем имингом только по уткам стрелять какие-нибудь с гаубицы Ладно, двоих подстрелил Чёрт возьми, я не понимаю, что там происходило в этом рейде Квест я не сделал, всё нормально Собираемся заново Долго возиться не буду, быстренько соберу ЧВК Хирургический набор на этот раз я точно не забуду Трези по КС-74 у меня имеется Теперь я могу брать оружие без глушителя Маяк имеется, наберу патронов, автомат И пойду делать дальше квест В общем, осталось мне заложить всего-навсего один маяк на грёбаном Норвенском И всё, мне даже сдохнуть можно Потому что в первом рейде Ночной, который я, ну, ранним утром вышел В этом рейде я выжил, вышел с локации Значит, в этих квестах, где требуются условия выжить в эти с локации Она уже выполнена Мне достаточно просто заложить этот маячок И всё, хоть ядерную ракету туда сбрасывай И мне насрать абсолютно будет Дорога на таможню, выход Значит, я около тоннеля Ну, оу 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 Я Как в прошлый раз сейчас получится Я опять подойду к Норгенскому А там Обязательно Две подружки будут Куковать А может и не будут Ну, что раньше времени-то Ну вот такие они утренние рейды Вы говорите, о, да у тебя что за... Да, не от сервера, это зависит, пацаны Не от сервера это зависит Загруженность локации А от времени, в которое вы выходите в рейд И от того, по каким тропкам вы бегаете И от того, куда вы конкретно лежите Вот если я сейчас пойду ближе к воде Я готов поспорить Я там пересекусь с одним или как минимум двумя чуваками Пойду сразу же к коттеджам, то же самое будет Потому что это утро не рейд И сразу же все бегут Попялиться, с этой стороны, по крайней мере Попялиться коттеджи Либо бегут в лазурный А лазурный как раз Бежат через коттеджи То есть там в коттеджах возня, как всегда, происходит Но мне, благо, коттеджи не нужны Я могу чуть-чуть здесь сейчас потерпеть Походить туда-сюда Как раз основная масса пробежит Которая туда Бежала И люди-то как играют? Услышали стрельбу? О, там стреляют Пойдем посмотрим Тем более, когда вдвоем, втроем Там, знаете, еще эффект выебона Извиняюсь за выражение Работает То есть Че там пойдем Там убивают Че мы с домом? А нет, тут, бля, тряпочки Босса на эти Искать будем, что ли? Пойдем постреляем Да ща я их с автомата У меня же автомат Вот такие вот дела Золотые понты Оба Притон Вот Притон, говорит Тритон Че у меня в голове, господи? Вот тебе и Притон Все, можно через коттеджи Видите, я тоже Коттеджи у меня в голове Потому что там Можно и в этой деревушке Неплохо так пошататься По сараям, по хатам Найти хавчика какого-нибудь Может быть еще что-нибудь Я здесь видеокарту находил Но это редкость В сумке найти видеокарту Это должно повезти нереально Поэтому пошли в коттедж Там ни много ни мало Два сейфа есть А в сейфах мне нужны Редкие вещички Лучше мне скоро поднимать Ящик диких В схроне А покупать это Добришко Очень дорого Они там по 400 По 300 По полмиллиона Стоят сейчас Вот сейчас Вот сейчас санитар Если бы вышел со своей свитой Вот сейчас бы Кайф было бы С 60 Магазинного С магазина 60 Патронного Как зажать-зажать С автомата нормального О, флешка Годится Для разведцентра Подходит До ночи я проморгал Этот оружейный кейс Кейс и сейф Я вот что подумал Вот этот санитаровский ключ Килю ключ от закрытого коттеджа Они в принципе себя окупят Не сразу конечно Но за несколько рейдов Если туда залететь Ключ санитара Может вообще себе За один рейд Закупить В два раза как минимум Потому что там Помимо медицины Интересно Там лидикс Еще может спавниться В душевой кабинке Это хорошие деньги Всегда Ой бляха-муха Это на Норвенском Любит Или на ГЭС Или на ГЭС Или на Норвенском Что-то происходит Нет по-моему Это на Норвенском В аккурат Что там по сушнику есть О Кайф Нормально Нормально Ладно Пошел я на Норвенский Бог с ним Пошел я на Норвенском пацаны вообще ребята пока бежал постреливали нет нет походу добивали там кого чего но может быть вы успеете там посмотреть свои сейфы для зачем вы туда пришли пометки маячки всякие поставить может уже свалона сидит хавает трубцы для утаец кто это бот чего бот двигаться как бану это бота скорее всего обычная так как поступим вариант через заправку такое себе педалить там с поляна свой сзади еще hunter пошел я через воду тогда наверное пошел я через воду а дикий пошел на воду тоже но придется стрелять если будем стрелять значит hunter капи дать прискакать сюда желание появится у него у него же вебры хантер и скорее всего спасу прицелом кем-нибудь ладно хрен с ним смертники получил я полусмертник пойду заложу маяк и сдохну там насрать чё это как эй голову же эй эй твою мать успел еще да чё творишь то ты чё обратишь из чего твой противогаз я того родственник чё за возня жульбан давай бурную имитацию процессор оба блеэ это чё за день такой везучий я хотел бы хрен в жизни когда попал по этому столбу с гранаты сымитируем тут бой сами проскользнем на уйти твою мать там есть кто-то ладно фиг с вами здрасте 1 а с подружкой естественно точно хорошо на габли и шины нет да и шины нет нет я лутать ничего не буду я там гранаты взрывались автомат стрелял это точно пригласительны для чувака шатающихся без дела и ищущих где-нибудь кого-нибудь пострелять быстро ставлю маяк потом лутать буду их все теперь хоть к черту на рога что там у нас бронеразгруз нулевый смотрю у него и хорошо что ему в голову попал да не то что в голову прям в челюсть наверно попал куда-то шлем у него не кацаны вот так вот вот очевидно разобран точняк слышал да глушитель уже шпилит я понял вас пацаны я понял вы уже на месте да все вскрыто сейфы вскрыты компы вскрыты кстати хирургический набор говорил покажу вот оно на шкафу наверху здесь опачки это квестовый предмет его видят только те у кого есть квест коллеги часть 2 так для информации чисто автальмоскоп помеченные значит нужен будет ключ обязательно у а дарчик у него вкусный отсюда мы модули снимем морку вытряхнем вкусняхи заберем пожрать есть что пару сниггерсов а у меня аквамарии есть точно сейчас пожрем тогда блин мк 3 я забрал сачок тушеночка шо все будет шо все будет приклад глушитель прицел так что тут магаз у меня не нужны но зря кого-то там перебираю сижу уже подъехали парни все выход у меня перекрыт хотя можно было бы знаете если честно заложить быстренько маяк и свалить отсюда я бы успел если бы вернулся назад на скалу с которой пришел там больше шансов было бы где-нибудь потеряться в шарах каких-либо его бобировцы до блинов бобировцы для тебя 5 толпа пришла да вы запарили чё соло игроков больше нет в этой игре один году обходит второй значит внутрь пойдет трупы точно увидит там нету ничего наверху я уже смотрел братишка пробу смотрит похода он лутает его прикинь ты чё обнаглел какой наглый ничего не проверил присел сразу лутать блин какой наглый где дружбан твой зови подмогу сейчас сто пудов там в дискорде все да все прошла инфа так как трое тут ладно размотали красавчики убил троих бировцев одного дикого и зато я квест сделал наконец-то я могу позволить себе валить куда-нибудь в другую степень на берег завершаем игра на верняк все готово маяки установлены пойду на завод у меня есть квест который называется не помню как часть 3 по этому квесту я точно помню что мне нужно сходить на завод и забрать какой-то образец там химиката что ли что-то в этом духе в административке возьму пп а реагент реагент точно часть 3 у меня есть потому что я планирую сходить еще на ночную таможню сегодня и если я сделаю на заводе сейчас квест реагент часть 3 то у меня откроется реагент часть 4 по которому нужно будет пометить газель которая находится в цехе на заводской территории на таможне то есть на таможню я пойду выполнять два квеста сразу но для того чтобы это получилось мне нужно сначала сходить на завод и забрать реагент реагент находится на втором этаже в административке в за дверью которую необходимо выбивать беру пп бронеразгруз децил медицина мешок брать не буду мне не нужен я туда не лутаться не за хабаром там чисто туда си сюда си сгонять короче как говорится тем более пока время надо подождать немножко мне надо в 9 вечера как минимум выдвигаться на таможню если быстро сейчас вынесут моего чувака на заводе то можно будет чтобы время зрения терять можно будет сходить за дикого на развязку какую-нибудь прошвырнуться внутри ультра может быть кто-то там прошляпил видеокарту где-нибудь посмотрим сейчас война план покажет короче прям сразу заберем чё это за яйца тянуть смерть все или ничего как я глупо сейчас спикал это вообще вот он реагент бам все я могу идти домой а ключ я дурак забыл от выхода с завода я бы сейчас вернулся откуда пришел и там бы спокойно о здрасте это же хэдшот был шлем спас пацана лечись лечись он не один блядь вы дальше на завод пачками ходите ох мать они окружают меня блин юсеки звучит соблазнительно давай давай сейчас посмотрим один в помещении слева я же на длине слышал кого-то по плитке не знаю убил не убил блин как в свет бы сейчас было бы с ключиком то от завода вытечет безопасно и сухо и комфортно через подземки тогда бесплатно вам придется идти если они спалят что я туда пойду они всей своей гурьбой позорный за мной да не могу я короче эту всю фигню пришел за реагентом забрал реагент иди домой не надо вот этих выпендрежей я в другой раз обязательно за вами приду пацанчики при других обстоятельствах я просто взял то ппшку и магазины коротыши на 20 патронов чисто от дикого стреляться подожди не стреляй короче по дальнему обходу пожалуйста либо там бы вышел либо здесь бы сейчас прыгнул за перила здесь бы открыл дверь и пошел бы домой себе чай гонять опять поторопился забыл ключ от выхода с завода взять с собой хотел же еще взять думал же об этом на бесплатном то крысе частенько о не тут убировца завалили садря ладно пошел я на выход выпустят не выпустят посмотрим сейчас не выпустят завалю хоть одного да завалю они в центр пошли точно ах ты падла блин они бегут за мной что ли точно баклан ты серьезно будешь пикать но вы же не разберете меня вот уроды смотри а для последнего давят с горем пополам выбрался нормально нормально вот реагент часть 3 завершаем отдаем лыжник он мне должен выдать час час 4 реагент как раз то что я говорил и кстати параллельно с реагентом часть 4 мне подъезжают еще прапорщик с просьбой типа мне инфу слить по поводу это реагента части части 4 и терапевт тут же подъезжает меня тоже просит человек коко к но мы сходим сначала пометим химконтейнер это развязка развязкой лазурный берег короче скажу так по поводу реагента части 4 надо сначала короче найти этот реагент обозначить его и потом когда придем домой я вам объясню что к чему неизвестные награды станут известными и вы все поймете почему нужно будет сдавать именно тому торговцу каком которому я сдам и я объясню еще почему именно такой выбор я сделал не только по награде идем метить а там разберемся если удастся выполнить то я все объясню так как идем на таможню себе пачку ключей от таможни возьму может быть будет время и возможность походить поковырять комнаты с сейфами и так пойду с в по на в по я присобачивал ночной прицел вулкан там же оптика висит вулкана мне выдали за выполнение кого-то квеста он недорогой прицел 20000 примерно стоит 25-22 и дополнительное оружие будет у меня тт зарядил пару магазинов довольно дополнительных на основной дополнительное оружие глушитель на тт прикручивать не стал это так будет чисто отстреляться такой ведь за типа заградительные огонь и ушел домой а и маячок чуть не забыл часть 4 регион жметь надо точно пошли тарковского делать закажу мю он мне нужен далее он не мне нужен он миротворцу нужен по квесту пусть варится все это добро а топлива надо экономить страхуем добришка и поехали на ночную таможку 20 55 короче подгадал я времечко просто перфекта с 9 вечера до 4 утра мне нужно настрелять до 5 по моему утра надо настрелять 8 диких и реагент часть 4 на заводской территории пометить газель которая стоит в цехе что-то там по времени о 20 минут десятого перри убивать добрейшего вечерочка попутного ветерочка ого радужный таможенный прием я думал тихо будет черта с два серьезно а я а как же я я же заботами пришел пацаны не надо что снайпера нет сегодня да ладно вот это я везучий конечно тихо тихо ты чё блин опасный кекс какой-то мне там делать пожалуй нечего нормально нормально ну чё там будто будут сегодня нет где-нибудь на открытой местности желательно стоячие они в кустах с тозом шарящий он наверное знаете куда это идет либо ближе к общагам либо там яма есть за автобусной стоянкой за конечной да то в ту сторону возможно отойдет но автобусной нет диких по ходу чё так то я буду играть стараться очень аккуратно потому что сейчас то уже в принципе стемнело под покровом ночи я буду прислушиваться вглядываться и принюхиваться так что рейд будет если буду жить крайне долгим то вижу выносливости нету рукав я не попал к маме нифига нет ноль из 8 до 5 утра надо там какой-то машинист отрывается причем по два выстрела подряд и скорее всего это бот какой-то бога нулся не-не-не-не-не мне только чего к с глушителем там не хватало придется через общаги вот делать а вот он наконец-то я тебя нашел до стоза я думал сейчас он мне зарядит от веточку стоза нормально нормально не знаю или в темниках не увидел или что-то тупить он начал но я рад крайне тому что он не стал стрелять так теперь знаешь что будем пытаться стараться раз на той стороне на заводскую территорию лазит у нас чувака я тогда сделаю крюк почета нет я пошел тогда на скалы заберусь посмотрю со скал заправку и кпп как раз оттуда заводскую территорию можно будет попялиться пойду проверю кто-то там фонариком маячит вот похуду а на заправке точно какой-то бот забагался я пока шел блин нет это заводские это решало руки как и не было быстро вы мне конечности выбиваете пацаны твою мать хорошо может с вышки с кпп попялиться добьет не добьет она нет там дальность такая интересная куда боты всиделись где снайпер на вышке где в лесу буты а а а а а а бушу свет бросай гранату вообще а а а а блин так дело не так дело не пойдет это до сих пор фигачи там знаешь че можно тогда у меня есть же вторая цель в цех сходить газель пометь а перед цехом можно в кормилицу зайти где комната юсеков со второго этажа в окошко попялиться может я с окошка увижу за по заправку то есть херовенькая но оптика то есть у меня какая-никакая приборчик так сказать вообще нет диких ни в низах ни в верхах нигде одни только заводские на заправке но их мы оставим как крайнюю меру как крайний случай с с с ними стреляться я в последнюю очередь пойду блин надо было мне все таки раскошелиться на прибор ночного видения и мозги не парить я вижу кое-что только если в прицел смотрю так практически на ощупь двигаюсь что тут вроде как не было никого и лута никакого нет так фигня всякая валяется тушенка сожрём сожрём если голод это не одолеет у фильтр лежит так крепле хотя не помню какое искрепление но какое-то искрепление 35 миллиметров хорошо можно продать пола тысяч двадцать тридцать ого вкусно это от лаборатории же да да тест зона сейф на победу побережье вот такой ключ по моему бесполезно потому что сейф открытый на на метеостанции побережье отсюда ни черта не дать о это кто фонариком маячил фонариком шмонариком маячил кто говорите нафиг говорите нафиг внизу что ли кто точно а да это дикий слушай ты мне нужен братишка сейчас мы в мазутное хозяйство хопчик и как из-за кого по боям где то там ну км он куда делся то ох бежит вариант так главное успеть есть успел это дикий обычный по моему так второй клиент есть осталось шесть да шесть же покажи на кого работаешь нет это дикий все пошел газели вот тот самый цех вот та самая газель которая нам нужна втыкаем маячок опыт задачи аж у троих торговцев сразу полминуты надо подождать пока не сдыхать по крайней мере пока ну это все дело там приживется маячок этот а че такое фонарик точно о еще дикий на примете чача за братишки вау ключ от меченки рб все косно ты заколебал ей богу никак не угомониться а как а тут где бом красавец 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 вот такое ощущение как он во мне с носа стреляет не убил есть кабанчик подстрелил же о луна выходит потихоньку да это был третий есть кабанчик осталось пятерых сейчас будет немножко попроще сейчас будет более менее светлее потому что луна сейчас даст немножко яркости пойдем посмотрим чё он чём богат то что надо маска маска так фонарик наверно на морке горит сразу же вырубим его нет не горит хэп рыбот выключил фонарик фиг его знает какой то он бешеный что-то туда надо бы по-хорошему заглянуть но это удобнее будет сделать с другой стороны я пойду тогда старую заправку разведаю старую заправку базы базу решалы на тринадцатом бункере которое строение решал это там нет это сто процентов ну а дикие это могут быть там жалко что у меня не на ВСРФ выход но зато я посмотрел за В12 точно работает так что это будет такой план отхода отступления ключ от выхода с завода у меня имеется значит заправку пойдем смотреть скорее всего потому что целых пятерых надо я не знаю где сейчас если здесь по два по три не будет а ну ка и ты один да ну чё это по одному боту один бот на заводской один бот кормилицы один бот на старой когда нужны боты закон подлости ходишь ищешь ищешь их когда они близко не нужны их как грязь его пожрать можно а то опять у меня начинается энергия гидрация сейчас как в жопу раненый начну опять скакать по всей локации во нормас все за полтинник до конца рейда точно хватит да тут осталось то не так много ну маску я бы хотел вынести если я ее вынесу то я закрою квест 15 минут ну как я предполагал а если я закрою квест как он называется бомж с поле хима бомж с поле хима бомж с поле хима бомж с поле хима да повер по ровну как он называется вторую часть короче если закрою то откроется третья часть а третья часть это снова на таможню нужно будет ходить и нужно будет убить двадцать пять диких если ничего не поменялось в условиях квеста двадцать пять диких с АКСУ автомат и водка нормальная крепление на СВД магазин на ТТ короче рюкзак я опять битком набил не самым мощным лутом но не с пустым рюкзачком а может можно выкинуть можно знаете что сделать как всегда я делаю спрут стаскиваем мурку прочь автомат сюда и место в рюкзаке снова есть полон ПС хорошо теперь для ближней дистанции у меня вместо ТТ автомат будет пошли базу решала смотреть а тут слева еще тайник есть тоже заглянем есть кто нет о о хоро хорошо половина квеста закрыта это был четвертый бот из восьми да пойдет 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 в любом случае поход на новую заправку по моему неизбежен мне придется идти туда тогда смотрю что тут по пути есть тупец посмотрю и пойду дальше кошмарить так это не Субтитры сделал DimaTorzok Но нет никого Ни внизу там под снайперским зданием Ни на автобусной стоянке Зато вон уже челобот скачет какой-то Или кто это? Или это культист, мать его? Ёрзает по локации Рыскает в поисках жертв Ну че, пацаны, выбора нет Придется идти в заправку Подстреливать Там в помещении кто-то лазает вроде Есть какое-то движение Блин, там двое на улице Слышь, пацаны Пацаны, я с вами Я с вами, пацаны О, здорово Нифига Это от тебя, да, с глушителя наказывали тут? А можно забрать, смотри, на мордники Все головные уборы Опа Ну че, пошел исковать тогда последними зубами Схожу, посмотрю решаловских Я, у меня просто нет больше выбора никакого Можно было бы на сторону Таркона сходить Но у меня времени на это нет У меня 7 минут осталось Надо что-то делать О, вижу О Готов, решала Не знаю, если это обычный бот был Если через Или не обычный Непонятно немножко 6 минут Пацаны Ну торопитесь Выходите Мне надо еще Мне же надо еще домой сходить Успеть Выйти с локации Мне же еще один квест надо закрывать Культистом не обошел этот Ну не надо прятаться Но как я доделаю Такое сбору Зря там Выкрытись А время спешило Время сбивалось Как будто бы знала Что мы убежим Признала, что нам ничего не осталось О, вернулся Опа Нет, 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 нет Нет, не убивай Нет, нет, нет Хорош Получилось Получилось Значит я и в окне Кого-то там подстрелил Найс 5 Минут целых у меня есть У меня еще пару минут Тут повозиться Времечко осталось Решал Упоматься Дверь открою Чтоб потом Не торчать Как дурак тут Урешал уже Ключ карта может быть А мне она по квесту Кровь из носа нужна О, ИТТ золотой Я утрамат у него Красивый какой Есть Ключ карта То, что надо И ВПО можно здесь Вытряхнуть Вот так вот Вернется по страховке Еще автомат Ой-ой-ой Разгрузка какая Классная Как раз мне На вырост Опа Та-та-та Черт кашел А, вот он Готов еще один Все, забираю Бронеразгруз Больше никого Лутать не буду И ухожу отсюда К чертовой бабушке Как сделать Как здесь Сколько еще одна ячейка Все, готово И это тоже забираем Все, домой Домой, пацаны Вот это Вот это Два квеста сделал Полный рюкзак хабыра Вынес Классный рейд Вот это я понимаю Прогулялся так прогулялся Классный получился рейд Первая половина рейда Вообще мертвяк Только во второй половине рейда Уже вся возня произошла Двадцать восьмой уровень Я апнул Сдаем маску Первый квест Бам Каратель Часть третья Уничтож 25 диких На таможне Из-за КСУ Не, ничего не поменялось Все то же самое Круто Большой заказчик Это что касается реагенты Которые мы пометили На таможне Дает он два патронных кейса Денег Двести тысяч Терапевт дает Кейс для медикаментов А лыжник дает Кстати кейс для гранат Воу У меня такого нет Его мне нужен Это во первых А во вторых Почему я буду передавать Реагент лыжнику Я буду ему передавать Это потому что Те кому я не сдам этот квест Они мне дают штраф По лояльности Но при этом Тут же выдадут мне Квест Который позволит Вернуть эту лояльность И у лыжника Это один миллион рублей Так что Не хочу миллион терять Сдаем Тарковский стрелок Пятую часть Открывается ностальгия На локации берег делается Тарковский стрелок Часть шестая Убить пять снайперов Диких из болтовки Понял Это возможно Это мы можем организовать Перезашел в игру И появились эти квесты Без обид У прапорщика То есть смотрите Награда Только лояльность Все Чтобы сдать ему этот квест Мне нужно Десять гранат Ему отправить Можно их купить Просто на барахолке А можно выменять У миротворца Две зажигалки зибу Он меняет на одну гранату Это немножко дешевле вариант Но учитывайте Что там есть лимит на бартер Так что часть гранат по-любому придется выкупить Если у вас их нет на складе Забудем старые обиды Для терапевта Нужно сдать несколько ключей Триста третья комната ЗБ-14 КПП У меня есть и склад На заправке ключ Это дешевые ключи Два торговца Которым мы не сдали Реагент Чтобы восполнить лояльность у них Нам нужно потратить Раза в два-три Меньше Чем если бы Нам нужно было поправлять Лояльность у лыжника Лыжник попросил бы Миллион рублей Все Обиды забыты Ключи сдали И у лыжника Мы можем открыть Третий уровень Потому что Для этого нам останется Только немножко поторговать с ним Классика жанра Купил продал Айсвал Лыжника третьего уровня Открывал Теперь можно приступить К квестам Оружейник Потому что у него Огромное количество модулей Теперь открылось Я лучше сделаю Отдельный выпуск По квестам Оружейник В выпуске В шестнадцатом Не будет рейдов Будут только Оружейник Ну а рейды Ждите уже в семнадцатом Дне Всем спасибо за просмотр Удачных всем рейдов На сегодня у меня все До свидания Редактор субтитров А.Семкин